Жители Евросоюза только выходят из самоизоляции, а его правительство пытается предотвратить новую вспышку вируса. Важным подспорьем в этом становится технология. Мобильные телефоны могут собирать информацию о состоянии здоровья своих владельцев, отслеживать их контакты с другими людьми и выявлять среди них инфицированных. Специалист по информации предупреждает об опасности вторжения в частную сферу. Компании, работающие с большими данными, привлекаются к управлению различными правительственными приложениями и схемами, говорит Дженнифер Бейкер. Пока не ясно, какой доступ они получат к конфиденциальной информации после пандемии. Например, узнав о температуре моего тела, они попытаются продать мне соответствующий фармацевтический продукт. В Евросоюзе действует общее положение защиты данных, применимое к условиям пандемии. Установка приложений для отслеживания контактов так называемыми трекерами должна быть добровольной, ограниченной по времени и исключающей хранение личной информации. Выступая в среду в Брюсселе, вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и обеспечению прозрачности признала, что пока выполнение общего положения оставлено на усмотрение национальных правительств. «Наше ведомство по защите данных занимается этим вопросом», — сказала Вера Йоварова. «До сих пор не замечено, чтобы отслеживающие приложения нарушали правила конфиденциальности». Некоторые противники вмешательства в частную жизнь требуют от правительств гарантировать, что эти данные не будут использованы не по назначению. Высказываются опасения по поводу приложений, которые могут извещать полицию о своем местонахождении благодаря спутниковому навигатору. «Предположим, что я оппозиционер в стране, где права оппозиции не уважаются. С помощью моего телефона правительство может узнать, с кем я встречаюсь и где встречаюсь», — говорит Орцоля Райх из Союза гражданских свобод. «Если нет достаточных свидетельств того, что подобные данные будут использованы только для борьбы с пандемией, то эти данные просто не следует собирать». Такие приложения могут также использовать технологию Bluetooth, которая позволяет хранить данные о местоположении пользователя анонимно. Эксперт по конфиденциальности указывает, что другие приложения нарушают ее сильнее. «Реальность такова, что в приложение для знакомств на вашем телефоне встроено тысяча трекеров», — сказал Макс Шрэмс. «Оно знает о вас больше, чем приложение против коронавируса». Подобные электронные средства эпидемиологического контроля еще находятся в стадии разработки, но в европейском обществе возникают сомнения по поводу такого использования технологии, который многие считают бесцеремонным.